Версия PCI-Express как мощность блока питания. Все знают, что больше это лучше, а вот дальше начинается темный лес. Еще пару лет назад мало кто задумывался о PCI при покупке видеокарты, а сейчас версия шины влияет на FPS сильнее разгона. Тут можно сказать спасибо победившим маркетологам. RTX 4060 и RX 7600 получили всего лишь 8 линий из 16 возможных. А вот что если мы дадим RTX 4060 все 16 линий? Как сильно узкая шина влияет на FPS в играх? Есть ли толк от PCI-Express 5.0? И сколько мы потеряем производительности, если подключим видеокарту через Thunderbolt или Oculink? На все эти вопросы постараемся сегодня ответить. На связи МК, меня зовут Кирилл, раскрываем секреты шины PCI-Express. Первый компьютер значительно отличался от тех, которыми мы пользуемся сейчас. Это вполне очевидно. Вообще окружающая нас среда устроена так, что со временем оптимизируются все механизмы, вне зависимости от сферы. Сфера IT сейчас совершенный механизм, где важна каждая деталь. Для того, чтобы механизм работал исправно, необходимо взаимодействие между каждым звеном. Слаженную работу IT-индустрии сложно представить без такой важной детали, как юристы. IT-юрист – это специалист, который занимается правовыми аспектами информационных технологий. Он разбирается в законах, регулирующих программное обеспечение, интернет, защиту данных и интеллектуальную собственность. Специалист с опытом 2-3 года может рассчитывать на 120 тысяч рублей в месяц. Стать важной деталью IT-индустрии можно на программе онлайн-магистратуры IT-юрист от одного из лидеров Российской системы высшего образования, Тюменского государственного университета и образовательной платформы НИТологии, которая уже 13 лет обучает онлайн и накопила эффективные методики. За 2 года вы получите ключевые знания в области договорного информационного права, а также авторского права, патентного права и других интеллектуальных прав. Научитесь разрешать юридические споры, связанные с авторскими правами на программное обеспечение, доменные споры, а также оценивать риски при внедрении новых технологий. Освоите содействие в соблюдении требований по кибербезопасности и защите данных. Обучение очное, но проходит в онлайн-режиме, а на выходе все студенты получат диплом очной магистратуры Тюмгу. Льготы такие же, как и у всех студентов, включая скидки на проезд и отсрочку от службы в армии. Кроме того, есть господдержка на обучение с выгодными условиями. Прием документов уже открыт. Оставляйте заявку, чтобы получить консультацию менеджера и узнать детали поступления и подачи документов, число мест на программе ограничено. Переходите по ссылочке в описании или сканируйте QR-код на экране. Удачи! Начнем с минутки теории. Первая версия PCI-Express появилась 20 лет назад и была призвана заменить устаревшую шину AGP, с чего спешно справилась за пару лет. С тех пор вышло опять версии этого стандарта, и все они подчинялись лишь одному правилу. Каждая новая итерация ровно в два раза быстрее предыдущей и полностью с ней совместима. Так как за все время максимальное число линий не изменилось, увеличение скорости передачи происходило за счет оптимизации работы шины. Появились более экономичные схемы кодирования данных, уменьшили задержки и изменили способы модуляции. И это приводит к первому вопросу. Что важнее, линия или версия шина? Формально 8 линий PCI-Express 4.0 по пропускной способности равны 16 линий PCI-Express 3.0, но возможно на практике вылезут архитектурные различия между двумя шинами. Проверить это несложно, нужна видеокарта с 16 линиями и полной поддержкой PCI-Express 4.0. Я выбрал RTX 3070 и забегаю вперед, не просто так. Остальные комплектующие подобраны так, чтобы не мешать работе карты. Процессор, народный шестиядерный Ryzen 7500F, память от 32 гигабайта стандарта DDR5 с частотой 6200 МГц, а все игры и система стоят на SSD. Шина PCI-Express легко состаривается в BIOS, проверить текущий режим ее работы можно в GPU-Z. Тесты начнем в обновленном бенчмарке 3DMark Steel Nomad, который заменил устаревшие Time Spy. Графический тест в вакууме не обнаружил существенных различий между 8 линиями PCI-Express 4.0 и 16 линиями PCI-Express 3.0, разница укладывается в погрешность. В играх же ситуация аналогичная. Киберпанк в 3К на ультра настройка графики с обеими конфигурациями шины выдает на RTX 3070 47 кадров по бенчмарку. Тест в Forza Horizon 5 каждый раз проходит немного иначе, но разница все равно на уровне погрешности, и по среднему FPS, и по отрисованным кадрам. И под конец свежий ремейк обители Зла 4. На одинаковые тестовые пробежки FPS снова отличается на погрешность. Так что вердикт однозначен. На первое место выходит пропускная способность шины. Каким набором линий или версии PCI-Express она достигается, абсолютно не важно. Но как пропускная способность PCI-Express влияет на FPS и стабильность в играх? На рынке хватает мощных Core i9 с поддержкой PCI-Express 3.0 и быстрых Xeon на PCI-Express 2.0. Насколько сильно просядут кадры в сравнении с PCI-Express 4.0? Есть два возможных сценария. Идеальный случай, карта имеет все 16 линий и нет упора в видеопамять. То есть по PCI-Express гоняется минимально необходимый поток данных. Но что если игра выйдет за допустимый объем видеопамяти? Именно для проверки этого сценария я выбрал RTX 3070. Чип достаточно мощный, чтобы тянуть игры даже в 3К. А вот 8 гигов видеопамяти было мало уже на момент выхода данной видеокарты. И вот при недостатке собственной видеопамяти, она начинает ее черпать из-за оперативной. И здесь пропускная способность шины выходит на передний план. Даже максимальная конфигурация с 16 линиями PCI-Express 4.0 обеспечивает лишь 32 гигабайта в секунду. Это уровень дешевый DDR4 в двухканале. И в 15 раз медленнее собственную видеопамять RTX 3070. Снижение версии PCI-Express до 3.0 ограничит скорость передачи на уровне 16 гигабайт в секунду. А PCI-Express 2.0 позволит передавать смешные 8 гигабайт. Существует гораздо более быстрый SSD. То есть при недостатке видеопамяти упор идет не в СУ, а в скорость PCI-Express. И с учетом того, что шины также используются для обмена данными между губой и процессором, урезание PCI-Express может серьезно сказаться на производительности. Заодно зайдем с другой стороны. Nvidia AMD считает, что картам уровня RTX 4060 и RX 7600 вполне хватает шины PCI-Express 4 с 8 линиями, даже с учетом 8 гигабайт видеопамяти, которые несложно превысить в современных играх. Но что если выделить таким картам все 16 линий? Увы, это невозможно чисто физически, так как шина урезана в самом чипе. Но можно взять схожую по производительности RTX 3070 и протестировать ее с 16 и 8 линиями PCI-Express 4.0, а заодно смоделировать подключение карты к старой платформе, где она будет работать только по 8 линиям PCI-Express 3.0. И раз уж мы выяснили, что самое главное – одинаковая пропускная способность, то эти два сравнения можно объединить в одно. Режим PCI-Express 3.0 x16 – это то же самое, что PCI-Express 4.0 x8, а шина версии 2.0 с 16 линиями по скорости находится ровно на том же уровне, что и 8 линий PCI-Express 3.0. Снова начнем с бенчмарка SteelNomant. Ему хватает 6 гигов видеопамяти, поэтому никакой разницы между всеми тремя случаями нет. Даже подключение к старым ПК с 16 линией PCI-Express 2.0 не вызовет просадку FPS. В Helldiver ситуация аналогичная – игре в 3К на Ultra хватает 6 гигов видеопамяти, так что шины используются слабо, поэтому на всех конфигурациях кадры отличаются лишь на погрешность. В Cyberpunk 8 гигабайт на RTX 3070 справляется на тоненького, но никаких проблем в патчмарке снова нет. Даже на урезанных в 4 раза конфигурациях FPS минимально отличается от полной шины PCI-Express 4.0 x16. Отсюда можно сделать простой вывод – если играм и так хватает видеопамяти, то версия шины никак не будет влиять на производительность. Это же относится и к RTX 4060 и RX 7600. При неполной нагрузке на видеопамять они будут отлично работать и на старых компьютерах с версией PCI-Express 3.0. Но вот что если видеопамяти перестанет хватать? Берем 3070, заходим в игру, включаем 3К, HD настройки текстур и вывод здесь очевиден – видеопамять будет перегружена. В Forza Horizon 5 урезание пропускной способности шины вдвое роняет кадры на треть. То есть NVIDIA и AMD фактически на 30% замедлили свои RTX 4060 и RX 7600, использовав в них урезанную до 8 линий шину PCI-Express и всего 8 гигов видеопамяти. Дальнейшее урезание пропускной способности вдвое приводит к потерям производительности от 10 до 20%. В ременьке Resident Evil 4 ситуация интереснее. Capcom явно постарались над оптимизацией и движок выжимает максимум из 8 гигов видеопамяти. Поэтому временами урезание шины даже в 4 раза никак не сказывается на кадрах. Но когда игре требуется аж 12 гигов памяти, без проблем со стабильностью не обойтись. Переход от PCI-Express 4.0 к 3.0 при 16 линиях временами заставляет терять около 30-40% производительности. И вновь привет NVIDIA и AMD с их урезанными средничками. На тесты PCI-Express 2.0 с 16 линиями больно смотреть. В сравнении с полноценным подключением FPS может упасть более чем вдвое. Так что вердикт здесь неутешителен. Если у вас старый компьютер с PCI-Express 2.0 и хочется играть в новинки, то вам обязательно нужно брать видеокарту с большим объемом собственной видеопамяти, а также полноценной шиной X16. В противном случае можно потерять вплоть до половины производительности. Была у вас 4060 и магическим образом получилась затычка уровня 3050. Заодно хочется задать вопрос самой NVIDIA и AMD. О чем вы думали? Выпуская на рынок карты с быстрым чипом, всего 8 гигабайт видеопамяти и урезанной шины. Даже те, у кого есть ПК с PCI-Express 4.0 могут недополучить треть производительности. Но уж для владельцев системников на PCI-Express 3.0 совет только один. Берите RTX 3060 с полной шиной и 12 гигабайтами памяти. Вы думали это все? Да как бы не так. Переходим к режиму максимальной кастрации. Многие современные портативки, а также топовые ультрабуки, имеют выход на Thunderbolt или Oculink. Через которые можно подключить внешнюю видеокарту, тем самым приоритив ваше устройство в почти полноценный компьютер. Эти шины работают в режиме PCI-Express 3.0 x4 или PCI-Express 4.0 x4. Давайте с вами проверим, насколько сильно мы потеряем в производительности в сравнении с 16 линиями PCI-Express 4.0. Бенчмарк Steel Nomad приятно удивляет. Вы только вдумайтесь, урезание шины в 8 раз никак не влияет на итоговый FPS и результат бенчмарка. RTX 3070 способна полноценно работать даже на скорости PCI-Express с уровня старых NVMe SSD. Helldivers, который также не занимает всю видеопамять, будет отлично играться через Thunderbolt. Реальная потеря кадров меньше 10%. В кибербанке ситуация аналогичная. Даже если 8 гигабайт хватает на тоненького, узкая шина PCI-Express справляется со своей задачей и FPS в бенчмарке прозаживается минимально. Но стоит выйти за пределы видеобуфера, как ситуация кардинально ухудшается. В тяжелой пятой форзе подключение через 4 линии PCI-Express 3.0 делает игру фактически непроходимой. Относительно полной шины кадры падают аж втрое. Так что придется крутить настройки текстур вниз, чтобы уложиться в видеобуфер. В обители ZLA 4 ситуация аналогичная. Если в режиме PCI-Express 4x4 движку хотя бы временами удается держать FPS на уровне полной шины, то вот режим PCI-Express 3x4 встретит игру с FPS ниже 20. Так что без урезания графики поиграть точно не получится. Итог здесь простой. Если хочется подключить внешнюю видеокарту, то старайтесь искать решение с большим объемом собственной видеопамяти или хотя бы использовать через Oculink с PCI-Express 4.0 x4. Иначе придется резать графику, чтобы уместиться в доступный видеобуфер и не насиловать узкую шину. И под конец рубрика «Дичь». С анонсом сокета LGA 1700 пользователи получили полный доступ к новейшей шине PCI-Express 5.0. Прошло 3 года, и эта шина до сих пор никому не нужна. SSD с ее поддержкой стоит дорого, они горячи и в реальных задачах не особо быстрее собратьев на PCI-Express 4.0. Видеокарту из PCI-Express 5.0 выпускает только китайский производитель Murlow. И это чистый маркетинг. В реальных задачах эти решения даже до уровня RTX 3050 не дотягивают. Но может быть есть смысл в этой шине для текущих карт NVIDIA AMD, потолок которых PCI-Express 4.0? Ответ вполне ожидаем – нет. Даже если руками выбрать в BIOS 5.0 версию и задать ширину шины, например, на 8 линии, в GPU-Z будет видно, что максимум видеокарты так и останется в PCI-Express 4.0 x16, а текущий режим работы будет в PCI-Express 4.0 x8. Поэтому никакого толка от PCI-Express 5.0 для текущих карт точно нет. Перейдем к общим выводам, которые, увы, неутешительны. Маркетинговые игры производителей видеочипов привели к тому, что теперь ты должен следить не только за моделью видеокарты, насколько она мощная, сколько у нее видеопамяти, но еще и за версии шины PCI-Express у самой видеокарты и у своего компьютера. Если вы все же рискнете, готовьтесь лишиться вплоть до третьей производительности, даже если карта работает через все 8 линий PCI-Express 4.0, а переход к 3.0 приведет к штрафу вдвое относительно теоретически 16 линий 4.0. Особенно это касается консоли с внешней графикой. Здесь узкая шина ставит крест на любых попытках выйти за пределы доступной памяти, наказывая превращением игры в слайд-шоу. И самое это грустное, что тенденция, возможно, будет продолжаться. С версии PCI-Express 4.0 мы уже увидели среднячки всего с 8 линиями из 16 возможных. А что будет, когда видеокарты начнут массово выходить на PCI-Express 5.0? Там уже и все 4 линии можем увидеть. И выход здесь только один. Это в действительности покупать себе флагман. Да, топовую видеокарту с двумя десятками гигабайт собственной видеопамяти и полноценной шиной X16. И вот такой видеокарте будет почти все равно, в каком компьютере она будет находиться. Что ж, вот такой ролик получился. Надеюсь, он был для вас полезен. Я же напоминаю про нашу группу ВКонтакте и Телеграм в канале. А с вами был я, самый усатый техноблогер в этой комнате. Спасибо большое за просмотр. Пока.